На этот раз у нас докладчик с Фистехом напрямую связан со стороны Едоверной России, Михаил Гродский. Я думаю, дальше он будет лучше сам представиться и расскажет, что именно хочет нам поведать про Большой Агроной Николаевной. Добрый вечер. Меня так нормально слышно? Я родился в Москве, я на самом деле из Москвы, но закончил РЭДХАП, Айхенский университет, в 2012 году. И в институте, которое занимается поиском новой физики, на институте лицензии Большого Адронного Гавайя, я писал диплом про одну из тем, о которых я сегодня буду вам говорить. И сейчас я, как сексеранский университет, занимаюсь немного другим направлением, но тоже занимаюсь поиском новой физики. Об этом чуть позже. По моими супервайзерами я работаю у конфессора Кемика и, кстати, науне с Сашем, науне с университетом, науне с университетом, науне с университетом. Потом я буду говорить про то, что такое атомный коллайдер. Не очень много, только чтобы дать вам поняту о том, на чем мы работаем, на чем мы работаем. Наш эксперимент CMS, комплект, не акциональный, это машина, которая и записывает данные большого атомного коллайдера. И потом я буду говорить о том, почему нас интересует новая физика, зачем она, и, что известно до сих пор, что нового будет эта физика. Ну и потом я буду говорить уже о направлениях поиска, поиск новых измерений, так называемой теорией ADD. Так, я немножко скажу о том, в чем заключается основная идея и показание этого результата, потом так называемый MUSIC, M-U-S-N-C-S. Прикладельно-независимый поиск, о котором я писал свои декорды. Ну и, в конце концов, я немножко расскажу про поиск тёмного тела. Можно исключительно, почему науне называется компакт. А вы мне еще не пользуетесь. Как все началось, я буду говорить по-русски сами на английском языке, надеюсь, что всем все будет понятно. Часом рождения физики элементарных частиц мы в какой-то степени считаем открытие электрона в 1897 году. И с этого момента все пошло как бы сравнительно быстро. В 1905 году был открыт фотоэлектрический эффект. Вы наверняка знаете о споре, который тогда был довольно известен о том, является ли свет потоком частиц или волной. С этой точки зрения он является потоком частиц. Но, конечно, до сегодняшнего дня мы знаем, что это бывает и так, и так. В 1911 году Розерфорд выяснил, что атомы практически пустые. И тоже, проводя свой эксперимент с обстрелом атомов, если не ошибаюсь, это было золота, выяснив, что яды, например, очень маленькие, имеют размер порядка 10-15 степеней и заряженных положительных. В 1931 году был найден постулированный гирокомпозитрон, в 1932 году найден нейтрон, в 1936 году МИОН, в котором МИЗОНы, состоящие из двух квартов, которые впервые обнаружены в 1937 году. В 1955 году антипротон, в 1956 году антиметрон. Кварки, частицы, из которых состоят протоны, об этом я чуть позже скажу, не только протоны, а и в общем стали появляться, начиная с 60-х годов. W-базоны и Z-z-базоны, последние слабые взаимодействия были обнаружены, начиная с 60-х годов. Ну и, конечно, я говорю сейчас не о всех, а о некоторых только. Самое известное открытие, которое мы празднули в последние несколько лет, это, конечно, обнаружение базового х, и тут я хочу показать этот известный график. Здесь по оси х мы видим массу двух потонов, то есть не массу двух потонов, а массу частицы, которая распалась на эти два потона. И здесь мы видим фон, который падает, и предсказанный фон, и количество замеренных событий по оси Y. И мы видим небольшой бугорок в районе 125 герб, или фрон, который является этим базовым х. Я бы тут таких бугорок, чтобы три не увидел. Да, ну, конечно же, здесь не написано ничего о значимости этого отклонения. Дело в том, что это отклонение имеет значимость порядка 5 зигма в рамках погрешности. Это были опубликованы данные с 2011-2012 года, здесь наверху видно. И на сегодняшний день как-то странно обработаны результаты, потому что они идут раз, два, три, четыре, пяти ступеньками. Это что за алгоритм обработки? Да, ну, здесь алгоритм. Вот все данные идут в месяц. Одна в месяц, одна ступень, чуть-чуть выше, чем другие. Одна ступень, два ступень, три ступень, четыре ступень, пять ступень. Он так сверкавит на шестая. Просто одна ступень чуть выше других, все остальные ступень, все места, где никакой базовым х не должно быть. Ну, во-первых, надо сказать, что базовым х. Возовым х здесь исключен, по другим каналам. Дело в том, что этот канал самый, как сказать, променентный. Это был фотонный распад. Есть другие распады. Один из них, например, четырехмионный. Там фон совсем очень низкий. У меня сейчас нет с собой этой картинки, могу вам ее потом показать. Конечно же, этот бугорок виден не только в этом канале распада. Каналов распада порядка шести штук. Из них самые известные четырехмионные распады, потом два фотона. Подождите, а по какому признаку вообще открывается событие? Что может быть? Ну, я сейчас не фотончик, я показываю только так. В принципе, считаем просто инвариантная масса двух фотонов. Которые имеют определенное количество депонированной энергии в колоремете, Которые хорошо имеют, я буду подключить в колорем турне. Два фотона. Фикс распадается... Распадает фикс. Он распадается через... Сколько вы его? Через... Топовые... 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 Два фотона. На самом деле, он лучше распадается просто в 2b кварта. Их на нашем фоне плохо видно. Если хотите, мы просто скажем... Терем. Прошел поперечный импульс, так нет. Нет, конечно же есть. На реконструкции фотонов, конечно же, есть. Некоторые. Я не знаю, насколько здесь, но предположим, наверное, это в районе 30 деф. То есть это два фотона с какой же энергии? Ну, порядка 30 деф. Ну, начиная с них и кончая, конечно же, думаю. Ну, вот здесь это порядка 60 деф. 60 деф. 70 деф. Я об этом чуть позже буду говорить. Если вы не против, я продолжу и продолжу. Все частицы... По экспериментальным данным сразу вопросам? Да. Я об этом говорю. Все эти частицы мы можем собрать в так называемую стандартную модель физики. Сейчас я о ней буду говорить немножко с точки зрения экспериментатора. Сандартная модель. Как некоторая комочка со социальными частицами. Здесь у нас есть кварки, лептоны. Три поколения. Слева направо. Апдаункор. Чарл Стренч и Топотом. Каждое поколение... Михаил Геннадьевич. Он не работает. С предыдущего. Также с лептонами есть самый известный лептон. Михаил Геннадьевич. Он не работает. Сабаль. Электрометрино. Более тяжелый лептон. Неон. Который, кстати, является. Так сказать, нашим лептоном, нашим экспериментом. Со своим нейтрином. Так и Тау. Самый тяжелый лептон. Самый нейтрином. Массу они получают за счет механизма Хикса. Ну и у них есть разные взаимодействия. На сегодняшний день мы говорим о трех. Это слабое взаимодействие. Базонное взаимодействие. Сейчас я себя ответственное за ядерный распад. Сильное взаимодействие, посредником которого является глюон. И ячем магнитное взаимодействие, посредником которого является известным потомом. Из человеков можно создать большое количество тетей. Слева вы видите практически... На самом деле все известные нам элементарные частицы. Все остальные частицы, которых очень много, порядка тысячи, являются составными. Безоны и барионы. Барионы состоят из трех кварков. И имеют всегда целый заряд. Протон, например, состоит из двух кварков Up и одного кварка Down. Нейтрон из двух Down и одного Up. И еще есть мезоны, состоящие из кварков и антикварков. Самые известные из них — это пионы, которые рождаются, ну, не только на нашем ускорителе, но известны еще тем, что рождаются при столкновениях частиц в верхних слоях материи, космических столкновениях и колонах. В рамках стандартной модели мы можем описать некое взаимодействие двух частиц с общей диаграммой. На этой диаграмме по горизонтальной оси идет время, по вертикальной. пространственные компоненты и взаимодействие двух частиц, в данном случае у коллектронов, равнозначно обмену посредников бозона. Здесь я не написал это специально, но слева у нас двух входящих частиц. Есть импульсы P1 и P2. У выходящих частиц P1, что ли, и P2, что ли. Наш бозон передает некий импульс. Это одна из самых простых диаграмм. Таких диаграмм может быть очень много, могут частицы рождаться, могут пропадать, так сказать, превращаться в другие частицы. И в принципе практически каждый процесс стандартной модели может быть описан в общей такой или более сложной диаграмме. Теперь перейдем к нашему ускорителю, Большой Адронный коллайдер. Он установлен в подземном туннеле на глубине примерно 100 метров рядом с городом Женевы. На самом деле, в Женеве находится только маленькая его часть, ну, в Женеве, во Швейцарии, а большая его часть находится во Франции. Сам туннель был построен еще в 80-х годах для предыдущего ускорителя, ЛЭП, ЛАЧ-КОЗИТРОН КОЛЛАДЕР. Входит случай, что когда швейцарские рабочие заканчивают этот туннель, точность была плюс-минус один сантиметр. В четырех точках конца встречные потоки частиц могут сталкиваться, и сталкиваются, и тоже могут это делать. У нас есть четыре детектора. Детектор LH-CB, который занимается B-физикой. Детектор ELIS, который занимается наблюдением столкновений тяжелых ионов свинца. Наш обратный какой-то степень конкурент ATLAS. И электросемес, на котором я работаю. Вопрос вот, почему наш детектор считается компактным. Объем ATLAS-а в детекторах был примерно в четыре раза больше, чем ATLAS. При этом наш детектор закрыт, и если его после года, он не выполнен. А наш, он подойдет очень быстро. Сам ускорительный комплекс Большого Абронного Коллайдера. И так уже просто состоит из большого количества ускорителей и коллайдеров, которые работали в предыдущие годы. Протон инъектируется. Протон инъектируется. Здесь линейный ускорительный университет 2. Попадает в бустер. Потом из него инъектируется в самый старый ускоритель, который работает в Сене. 59-го года в последний Протон Супер Протон. Из него они уже попадают в Супер Протон Супер Протон 7 километров. А потом уже инъектируется в Большое Кольцо Большого Абронного Коллайдера, где два пучка двигаются по встречным турбам и пересекаются в точках, где находятся эксперименты. Кроме этого, Сене, конечно, известен Большим Абронным Коллайдером. В Сене на самом деле происходит более ста экспериментов в разных направлениях. И частицы для этих экспериментов тоже могут получаться на этих ускорителях. Например, здесь можно получать пучки нейтронов. А здесь довольно известные нейтриногрансасы, которых примерно два года назад или полтора года назад ходили случаи, что они летают со скоростью и выше скорости света. Здесь получается высокоэнергетичный нейтриновый луч, который, проходив через Землю, по-моему, порядка 180 километров, регистрируется в Большом Эффекте из воды. И здесь в момент рождения пучка регистрируется через вторичные частицы, которые рождаются вместе с нейтрином. Это дает старт измерению времени, а потом, когда некоторые из нейтриновые видны в детекторе карансаса, замерение время оканчивается, и тогда можно померить скорость. Мы вернемся к нашим протонам. На сравнительных низких энергиях протон ведет себя как трехточечная частица, состоящая из трех факторов, и если ускорить ее на более высокие энергии, объясняется, что она намного более сложна. Проектная энергия в нашем ускорителе 7 терраэлектронов в каждую сторону, и эта энергия считается на один протон. Сам протон состоит из большого количества частиц, так называемых портонов. В число их входят, конечно же, и кварков, о которых я говорил. На более низких энергиях они никуда не пропадают, но за счет такой большой энергии внутри протона могут рождаться и аннигелируется большое количество разных других частиц. Пары кварков, глионы, которые, так сказать, склеивают кварки, которые не дают распадаться составным частицам вроде протона, и поэтому на самом деле нет никакой возможности знать, с какой энергией происходит то или иное столкновение, как мы говорим, в событии. Поэтому ваш комментарий о том, что 7 терр – это на протон, а эффективная энергия столкновения может быть совершенно разной, начиная от 1 геп и кончая. Самое высокое энергетичное событие у нас имеет порядка 2-3 терра. Все остальное как бы не получается, потому что энергия во всем протонам. Инференциальное сечение взаимодействия верится? Конечно, разное. Так тогда нужно достаточно хорошо сказать, если будет протон. Да, если вы хотите, я потом вам расскажу. В зависимости, это используется для симуляции, для предсказания сечения разных процессов. Есть разные способы, есть разные группы, которые этим занимаются, и из их результатов можно посчитать, например, погрешность предсказания сечения, для того или иного процесса. Это можно сделать в нашем ADD анализе, это довольно сильное погрешность, в порядке 13%. Я могу потом посмотреть, что у меня стало. перейдем к нашему ADD детектору. Здесь слева видно такое его сечение. Высотой примерно 15 метров, длина 30 метров, весит по порядку 14 тысяч тонн, из которых 10 тысяч тонн – это железо, которое здесь красным цветом, которое помогает направить магнитное поле. Так как мы не можем измерить взаимодействие частиц ровно с точки столкновения, потому что мы бы тогда помешали этому столкновению, мы стараемся измерить вокруг. Мы ставим разный материал, разную материю вокруг точки взаимодействия, и таким образом измеряем кинетические параметры частиц, которые рождаются и летят в наш детектор. И самыми интересными из которых, конечно, является импульс именно здесь. Для того, чтобы измерить импульс, в нашем детектору установлен магнит, который работает в сверхповодневом состоянии, или на токе примерно 18 тысяч ампер. Давая в центре магнитное поле порядка 4, а снаружи здесь порядка 2. Частица, рожденная в центре, если она заряжена, будет описывать дугу, из которой можно потом посчитать импульс. И поэтому у нас в центре установлен трекер из кремния, много его уровней из полупровняка, которые, соответственно, при прохождении заряженной частицы стоят импульсы, и собрав которые, мы можем реконструировать траекторию. Следующим шагом идёт электробагнитный колориметр, который на 90% состоит из свинца. В нём заряженные частицы поглощаются, и таким образом можно измерить их полную энергию. Следующим идёт адронный колориметр, который поглощает частицы состоящих из сварков. Адроны, которые, в принципе, в нашем детекторе видны как струи, или так называемые джетты. Единственными частицами, которые проходят практически без всяких проблем через все эти слои, и тем не менее ещё видны в детекторе, это мионы. И для регистрации мионов здесь находится справа так называемая мионная система, где есть камеры газа, которые ионизируются при проводе мионов, и тем самым мионы можно регистрировать. И тот факт, что эти мионы видны в этой мионной станции. Следует заметить, что метрины мы не видим вообще. Для нас метрины совершенно невидимые частицы, и они могут быть косвенно зарегистрированы. Если мы посмотрим на поперечную плоскость, и используем закон сохранения импульса, метрины будут видны как недостающие поперечные меры. А как наблюдается 30-гамный фотон, например? 30-гамный фотон будет виден только вот прямо и вот так, он будет виден просто здесь, электромакетным колоритом. Я как раз хотел сейчас к этому перейти. Давайте начнем с фотона. Фотон не будет виден. В трекере он будет просто депонировать энергию электромагнитного колорита, которая потом видна через фотомутиплеер. Он при столкновении на самом деле излучает фотоны, которые можно померить. Получается электромагнитный лимит. Старичные и так далее частицы, которые поглощаются все. Здесь порядка десяти радиационных лимит. Имеет их колориметр. Поэтому, в принципе, все, что заряжено, в нем поглощается. Электрон, он будет тоже поглощен здесь, но при этом он оставит искривленный след в трекере. А протоны или какой-нибудь другой, заряженный адрон, например, пион, с другим зарядом, конечно, будет иметь другую дугу и реформирует много энергию электромом колориты. И наша специализация — это мионы, которые будут видны здесь. И в мионной системе, соответственно, с другим радиусом устроения снаружи, потому что направление пакетного поля там другое. Соответственно, при реконструкции каждой частицы речь идет, на самом деле, о кандидате. Мы никогда не говорим о том, что есть мион или электрон. В принципе, это всегда кандидат, потому что в зависимости от детектора или субдетектора, или части детектора, который используется, или же просто генеметрических особенностей, не всегда можно идеально зарегистрировать частицы. Некоторые частицы начинают излучать другие частицы, некоторые частицы распадаются уже в детекторе, не для тех, как выдают точные назначения. Поэтому для каждой частицы при реконструкции от каждой детектора требуется исполнение некоторых критериев чистоты реконструкции. Теперь хочется немного рассказать про сам концепт логи физики. А можно решить технически? Сколько грамм? В какой слое свинца? Сколько грамм на квадратный сантиметр подходит? Сантиметр. Это я вам сейчас на память не могу сказать. Например? Сколько грамм на квадратный? Сантиметр. Квадратный? Ну как я чуть-чуть. Квадратный, как площадь. Прикольная сантиметр. Какой слой свинца? А! Такой слой электромагнитного квадратного квадратного, поэтому 30 сантиметров. 30 сантиметров? Да. 2,9 это реабилитационная длина. Вот отсюда до конца. Вот это примерно 30 сантиметров. Огромный калориометр намного не имеет. На самом деле, электробагнитные калориометры сделали мы больше, потому что он очень дорого. Эти кристаллы делаются очень дорого. Там свинец или... Там не только свинец, на самом деле это образная свинец. Они прозрачные. На самом деле, эти... Ээээ... Я не помню, какая прозрачная штука? На свинец. Лед танкских. Я не помню, как. Я помог потом посмотреть. Позрачная штука. Можно посмотреть? Я читал о том, что это какой-то сцинцериатор, химическое соединение с большим содержанием свинца, но обладающее свойством сцинцерлятора. То есть, там много свинца, и при этом еще и вещество сцинцерирует при проходе. Да, конечно. Вопрос какой? А какие-то сантиметры в ВП? Это свинец всего имущества? Или еще это свинец? Нет, это полный. Традиционная длина на этом материале, который на 90% состоит из сцинца, 2 с чем-то. 2,9, по-моему, сантиметра. Да, их у нас можно в руку взять, или некоторые куски там... Я потом могу найти эти картинки. Перейдем к новой физике. Ценарная модель очень хороша, и многим интересна, но есть несколько вопросов, на которые она не может опять ответить. Я, если вы заметили, только говорил о трех взаимодействиях. слабым, сильным электробагнитом, а гравитация в рамках стандартной модели пока никак не описывается. Еще один вопрос в стандартной модели заключается в том, что на сегодняшний день мы знаем, и, кстати, в том числе из результатов детекторов Гранд Сасса, что нейтрина имеет некоторую массу, она очень маленькая, для некоторых нейтрины меньше, чем миллиэлектронной вольт, но она больше нуля, а в стандартной модели она равняется нулю. И это несогласие в наблюдении с теорией тоже вызывает вопросы. Кроме этого, мы наблюдаем большое количество темной материи и темной энергии, о которой я еще буду говорить, которые тоже в рамках стандартной модели пока никак не описываются. Некоторые возможные решения, это так называемые теории великого объединения . Суперсимметрия или суперсимметричная теория это класс теории, в которых каждому известному участнику стандартной модели постулируется суперсимметричный партнер со сдвинутым наполовину спином. И, в принципе, совершенно не включены некоторые новые виды взаимодействий, о которых, в принципе, еще вообще никто не понял. Об этом тоже надо. Нельзя задумать. что же мы делаем? И что мы вообще хотим увидеть? Для начала мы используем компьютерные программы для вычисления некоего процесса. Это может быть процесс стандартной модели, но и процесс некой новой физики. Это, в принципе, равнозначно вычислению вот такого диаграмма, но не только одной. В принципе, процессов есть много диаграмм. И они все вычисляются в этом как бы в начале на компьютере. А потом этот процесс переводится в события. Способа метода Монте-Хармо. Мы бросаем кость и производим большое количество событий с разной гинематикой этого процесса. порядка тысяч или миллионов, в зависимости от сечения этого процесса. Дальше, следующим ходом, нам надо посимулировать проход этих частиц, которые рождаются, а потом, может быть, и распадаются в ходе этого процесса через наш детектор. Для этого детектор построен в специальной программе GM4. И сигналы, которые дают наш детектор Лимбусы, симулируются для всех частиц, которые находятся в нашем процессе. Это занимает, кстати, порядка 90 секунд для одного взаимодействия. И небольшой адронный коллактор первый в истории человечества построитель, где есть больше событий изомеренных, чем симулированных. Потому что у нас просто не хватает мощностей, чтобы просимулировать даже такое же количество взаимодействий. Соперение происходит с частотой 40 миллионов раз в секунду. Точнее пересечения взгусток, надо сказать. В каждом взгустке находится порядка 10-14 степей микротомов. Из них порядка 30 взаимодействий, поэтому у нас есть 30 столкновений при одном пересечении. Соответственно, такое количество данных самим просимулировать нет никакой размыслики. Так называемый пайлот. Большинство этих неинтересно, и мы выбрасываем на самом деле больше 99% из них. Но сама длина взаимодействия имеет порядок 10 сантиметров. Поэтому сгустки, пересечения на такую энергию взаимодействуют. В принципе, любой прилетающий процесс может просто имитировать другого, который не может быть. И следующим кодом мы берем то, что мы просимулировали, выбираем некоторую или лучше сказать так, выберем то, что мы померили, выбираем некую интересную для нас кинематическую величину, импульс, сумма импульсов частиц, которых мы намерили, угол какой-нибудь. И сравниваем эту величину в том, в наших наблюдениях и в наших семинациях. Тут, я надеюсь, видно одно из таких событий. В центре мы видим так называемую точку взаимодействия. Ну, в вертой, кстати, с которой желтым цветом видны траектории зарядных частиц. А справа мы видим депозиты энергии и здесь тоже в этой плоскости. Синий и красный, соответственно, электромагнитного и адронного калорийного. Это событие, на самом деле, я же сейчас не написал, какие здесь частицы, было написано 30 марта 2016 года, довольно чистое. То есть для нас количество треков в треке довольно низкое. И нам, когда мы ищем какие-то интересные для нас эмодисты, всегда приходится на таком фоне выискивать какие-то интересные частицы, смотреть на сколько хорошо они изомерлены, на сколько хорошо они верны. Но вот фон такого количества траекторий и детекторий всегда остается. Теперь, когда у нас есть некоторая величина, на которую мы хотим посмотреть, у нас есть все еще некоторый выбор стратегии поиска новых видов. я сейчас буду говорить о том, что написано слева, а потом перейду к правой части. Мы можем предположить некоторые сценарии. Мы можем предположить, что некий сценарий физики, новой физики, действительно реализован в природе. его мы можем просимулировать, как я уже говорил, и посмотреть, как он выглядит в нашем инфекте. На какие частицы распадаются некие новые частицы, или на каких энергиях это все видно. Потом мы, конечно, задаемся вопросом, можем ли мы это найти. Некоторые частицы, как я сказал, элитрины не видим, некоторые мы видим только косвенно. Если мы находим новую теорию, что происходит, конечно, сравнительно редко, второму очень повезло. А если мы ее не находим, то мы можем посчитать статистический предел, так называемый лимит, на параметры этой теории. Конечно же, при этом мы должны это расследить за тем, что есть погрешность измерения, и погрешность предсказания нашей теории. Все это потом вливается в конечный результат. Ну что, давайте перейдем к теории моделей. Одна из проблем, о которой я чуть-чуть сказал, стандартного электроэффекта, называемая проблемой иерархии. Масштаб квантовых эффектов электрослабого взаимодействия в азону WZ это порядка стаггер. Этот масштаб хорошо исследован и хорошо виден на современных и, кстати, еще и предыдущие ускорители. И о нем мы много чего знаем, его мы хорошо изучили и хорошо наблюдали. Масштаб предполагаемых эффектов квантовых гравитационных эффектов намного выше, так называемая масса планка. Это порядок 10-19 стильный герд. И он совершенно невообразимо далек от того, что мы можем увидеть на сегодняшний день. То есть это примерно 500 грамм строительного электроэффекта? Это много, это очень много. Я знаю, что если посчитать энергию всю, которая находится в нашем кольце, это летящий гранитин, собственно, и всех. Но про взрывчатку мы пока еще не говорим. 10-19 стильный герд – это очень много. На сегодняшний день мы, кстати, совершенно не можем представить себе даже, как может выглядеть ускоритель, который выставляет таких энергий. С другой стороны, мы знаем, что гравитационные взаимодействия, имеющие довольно известные чемпланы, g, m, m разделить на r в квадрате, для силы взаимодействия, хорошо исследованы только на расстояниях примерно больше или порядка одного миллиметра. Если мы представим себе, что на расстояниях намного более маленьких, чем один миллиметр, один закон ведет себя по-другому, мы можем выяснить, что скала Планка сильно понижается. Это происходит в случае существования гипотетических выполнительных измерений. Таким образом, константа ньютона четырехмерная становится константой 4 плюс n для n-ного количества дополнительных измерений, и закон r квадрат становится законом r квадрата плюс n. А сама константа трансформируется таким образом с vn объемом дополнительных измерений. Таким образом, можно представить себе, что на самом деле, как и шкала Планка, масштаб Планка намного ниже, чем 10-19 светлыми лет, и таким образом он может быть действительно виден в столкновениях нашего скорейства. Представим себе это можно так, что наш мир за плечом так называемой брани, обозначенный здесь синим цветом, и все три взаимодействия, о которых я говорил, электромагнитные, слабые и сильные, могут пропагировать только в этой брани. С другой стороны, каждое дополнительное измерение может представить себя некой поверхностью снаружи этой брани, с периодичными условиями, на которых могут существовать некие молотые частицы, которые являются предполагаемым гравитационным взаимодействием гравитационным. И таким образом, если существуют эти дополнительные измерения, в зависимости от параметров теории, шкала всего этого может быть опущена до терроэлектронов вольт. А это уже является порядком номерки, который мы можем достигнуть в нашем ускорителе. И таким образом, эффекты вот таких теорий могут быть видны на нашем ускорителе. То есть эффекты детектуры, например, могут быть под окном под современные ускорители либо под любое удовольствие покорения в зависимости от того, как мы будем на крайних паразитах. Сейчас мы об этом поговорим. Вот три самые интересные диаграммы Фейнмана. Здесь время идет снизу мет. Наш сигнал, то есть сигнал предполагаемых грамитонов из дополнительных измерений, это двухнионный сигнал. Можно представить себе, что два кварка из протонов, встречных протонов нашего ускорителя рождают такую моду на поверхности этого дополнительного измерения, грамитон, который опять же распадается в два электрона то есть в два электрона или в два глиона в нашем случае. Я буду говорить практически только о глионных событиях. Такое же может произойти при взаимодействии двух глионов из протонов. Но кроме этого есть и фон. Есть процесс стандартной модели, так называемый Дерель-Ян процесс, в котором два кварка раздают либо возбужденный протон на таких ногах практически не происходит, а скорее бозон Z, который тоже распадается на два глиона. Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы мы могли различить наш фон от предполагаемого сигнала. От сигнала мы ожидаем, что он будет не резонантным. То есть мы не ожидаем, который я показывал на страничке с фиксом, а мы ожидаем некий шифт, так называемый, повышение количества событий в определенном энергетическом регионе, потому что спектр энергии этих глионов очень узок. Это глионов не один, а их много, и, соответственно, их вклады вместе не выглядят как резонант, а просто повышение. Выборки сомнений. Мы используем все данные большого адронного коллайдера, здесь записанные в 2012 году, и выбираем события, в которых есть два миона. К этим мионам есть некоторые требования. Например, их поперечный пульс должен быть больше 45 ген. Их общая точка взаимодействия должна быть хорошая ряда, и они должны вообще приходить из одной точки взаимодействия, потому что совершенно не исключено, что имея 30 разных столкновений или одно пересечение сгустков, два миона рождаются совершенно независимо друг от друга, летят в разные стороны, а мы думаем, что они пришли из одного. Также существует некоторая вероятность космических мионов. Детекторы находятся в каверне в шахте на 100 метров, и туда долетают космические мионы. Таким образом, мы должны следить за тем, чтобы космические мионы не смазали нам измерения тех, которые мы производим сами. Кроме этого, мы требуем от мионов, чтобы они были видны как в стеке, так и в мионных камерах, то есть внутри и снаружи детектора, с определенным количеством импульсов как в первом, так и в втором случае. И те, которые не у меня были видны? Нет, они выглядят совершенно одинаково. Только в территории. Только в территории, да. Ну и мы, кроме этого, делаем некоторые требования к изоляции мионов, потому что если рядом с мионами и вообще с любой частицей есть какая-то другая, то намекка на то, что она рождена не в первом взаимодействии, а в каком-то вторичном стане детектора. Поэтому наши мионы должны быть изолированы. Потом мы считаем так называемую массу этих мионов, которая описывается вот этой формулой. Формула написана здесь для двух частиц, но может быть использована для этого количества частиц. Это масса предполагаемой частиц, которая распалась на эти два метра. Таким образом, мы получаем следующий спектр. По оси Х мы видим вот эту массу мионов по вертикальной оси количество событий. Кружочками описываются померенные данные, вот тут и они, это и здесь. А цветами, в принципе, изначально это был темный свет, то есть описаны известные нам процессы стандартной модели. В идеальном случае, если никакой физики, новой физики нету, мы видим, что данные сидят ровно на столбиках с вкладом нашей симуляции. При этом синий вот этот, этот верлян, о котором я уже говорил, но при этом есть еще несколько других процессов, которые, здесь шкала так даже не замечает, логарифмическая, на один или даже два порядка слабее по вкладам, чем верлянный процесс. Мы могли бы их убрать, на самом деле практически бы ничего не заменилось. Здесь мы включаем их просто для полноты. Это врождение топ-кварка и двухбазонные события. Красным цветом здесь выделен предполагаемый сигнал. В случае, если мы видим наш сигнал, наши двухмиллионные взаимодействия, которые происходят из дополнительных измерений, при определенном параметре λt, это некий масштаб теории, то есть три и шесть террелинфов вклад, о нем я чуть позже скажу. Мы ожидаем, что... кружочки наших данных будут следовать именно вот этой кривой. Если же мы повысим параметр λt, то эта кривая опустится. Если мы его повысим, то она повысится. Но при параметрах теории, например, 2 и ниже θ, мы уже знаем, что они исключены, потому что они бы вообще начинали сквистеть. И они бы не исключены предыдущим экспериментом. Мы видим, что данные хорошо согласовываются с предсказанием, и таким образом мы не видим в данном распределении намеков на какие-то эффектные новой физики, мы можем посчитать предел, статистический предел на производство двухмиллионных событий в теории дополнительных измерений. Для этого мы делаем так называемый cut and count. Мы выбираем определенную точку, в данном случае это 1800 GF, она может варьировать, это не сильно изменяет результат. И мы складываем все вклады, которые мы видим справа от нее. Мы складываем вклады, здесь, кстати, видно, здесь еще одно есть событие, оно тоже считается, мы считаем все вклады, общие вклады нашего предсказания и проверяем их на гипотезу наличия или на самом деле любого другого. Площадь, которую мы сложили, легко пересчитывается в сечении. То есть, так сказать, насколько хорошо, насколько высока вероятность производства этих частиц. Таким образом, мы можем посчитать предел насечения производства этих частиц. как это делается. Мы используем классовскую статистику, где параметр A, это есть продукты светимости и продукты эффективности реконструкции как сигнала, так и бэнграунда, то есть фона. И, как я уже сказал, мы делаем это для всех вкладов, для всех бинов наших инстаграмм, которые находятся на энергии 1800 GF и выше. Используя байцевскую статистику, мы потом можем посчитать вероятность, здесь мы интегрируем по светимости, здесь продукты эффективности реконструкции, как я уже говорил, сигналы и фона. И плюс для всего есть так называемые prior functions, это функция, которая описывает нам вид наших погрешностей. Погрешности измерения могут выглядеть по-голосовски, по-другому, по-разному. И все это абсорбируется вот в этих функциях. И таким образом мы получаем предел на производство этого гравитона, который ниже, мы можем с уверенностью, в 95%, ниже, чем 0,25. Этот предел мы можем теперь пересчитать в один из параметров теории. Здесь по оси x вот этот параметр теории, который в нашей картинке был 3,6. По оси y видно сечение нашего процесса в зависимости, соответственно, этого параметра ламда t. Здесь именно эти 0,25 наш предел. Таким образом мы видим, что все параметры, которые выше этой линии, то есть порядка меньше, чем 3,6, они исключаются, потому что при параметре ламда t равном 3,6 или ниже, сечение нашего процесса, диперсальное сечение, было бы ниже, было бы, извините, выше того, которого мы уже исключили. Таким образом, все параметры ламда t здесь выше 3,6 исключаются. Можно добавить в канал распада двухэлектронный, которым занималась другая группа. Таким образом, мы можем исключить 0,25 а 0,12 сотых фемт барна. Таким образом, если присмотреться, это получается где-то что-то в районе 4 с чем-то. И все это можно посмотреть на сервере вот этим номером документированный такой статист. Идея номер два. В контрасте с идеей того, что мы берем некую теорию, подразумеваем ее и ищем именно ее, мы можем попытаться найти что-то новое вне зависимости от сценария. Мы можем просто взять большое количество конечного состояния и проверять их статистически на наличие отклонений от предсказания стандартной модели. То есть, в данном подходе мы берем только стандартную модель, не подразумеваем и не подразумеваем ничего нового и исходя уже из нее ищем кто-то новое. И об этом я буду рассказывать в разделе номер 5 модели независимых поисков. В данном случае мы берем опять же события, которые записаны на детекторе CMS и сортируем их в разные классы событий. Например, класс, в котором существует только один электрон и один фотон. Или в котором существует один фотон и три адронных струи. Или два иона и один фотон. Таких классов получается порядка нескольких сотен. В каждом из них генерируются кинематические распределения разных кинематических величин. Это сумма импульсов всех частиц. Их масса, их общая масса, то есть, опять же, масса предполагаемых частиц, на которые они расстались. И недостающие энергии в детекторе, так называемый MED о котором я уже говорил. В стандартных моделях это может быть нейтрено. Как и в дополнительных моделях это может быть практически все что угодно. В рамках в нашем событии мы смотрим на электроны, ионы, тяжелые электроны Тауэр, как раз и были темой моего питома, атомы, джеты, то есть, огромные струи, струи и МЭТ. Все эти объекты соответственно сортируются в этих классах. Теперь, мы сделали, генерировали такое распределение. У нас есть некая величина, предположим, это сумма поперечных импульсов и здесь по оси Y количество событий. Опять же, кружочками предполагаем некие данные и столбами наш фон. Наш алгоритм ищет отклонение считает так называемое значение В. Его можно пересчитать в значимости. То есть, он ищет в любом связанном регионе, который состоит из минимум трех мин, отклонение либо вверх от нашего предсказания, либо вниз. То есть, эти данные по кругу пройти и снизу. И такой регион называется регионом повышенного интереса. Самый интересный из этих возможных и считается самым значимым. Значение P, которое считается для этого региона, может лежать между нулём и единицей и означает значимость. То есть, чем выше значение P, тем выше вероятность, что при случайном выпадении наших данных при гипотезе фонов в рамках погрешности значимость будет ниже. Грубо говоря, чем выше значение P, тем менее значимы отклонения, которые мы наблюдаем. Сейчас я об этом немножко скажу. это в принципе играл по нашим систематикам и статистическим погрешностям. И тот, который где значение ниже всех, такие наши регионы интереса, и все погрешности как статистические, так и систематические складываются туда. Это вероятность померить распределение с более значимым отклонением. Откуда систематические погрешности? Систематических погрешностей может быть очень много, в зависимости от объекта, на который мы смотрим. Но для того, чтобы их сложить, их же надо знать. Некоторые подразумеваются, некоторые можно померить. Систематические погрешности, например, шкала измерения мионов, хорошо известна из космических из космических замерений, то есть калибрации детектора космического излучения, но, к сожалению, на довольно низких энергиях. Например, если мы вернемся в наш спектр ADN, вот это событие примерно на 1,8 ТЭП, оно имеет совершенно огромные погрешности, потому что шкала измерения импульса на таких энергиях совершенно не имеется. Примерно 20%. А зато здесь, в районе там, где вообще может быть еще будет виден Z, его здесь уже не видно, на самом деле. Здесь как раз все известно очень хорошо, там порядка парочек процентов. То есть это зависимость энергии поглощенной в детекторе от энергии полимечных числиксов? Ну да. То есть, грубо говоря, с каким факторами пересчитываем одну в другую? Зависимость от энергии. Не только она. Такой же есть династрой адронных. Довольно интересная величина это недостающая энергия в детекторе. Потому что она является как бы результатом всех измерений. Потому что мы видим ее только посленно. И мы не можем померить частицы, которые нет. Мы меряем все, которые у нас есть. И если у нас не достает импульс, мы можем делать вывод, что этот импульс нанесел какую-то дополнительную частицу. если фотон высокой энергией не прореагировал в вашем сателленте, то он ушел. Да. То для нас это мед. То для нас это при такой погрешности у нас получается мед. Ну, фотоны мы видим хорошо. Высокой энергией они не уходят. Они могут идти просто по геометрии детектора. Если они уходят под низким углом от трубы, то мы их не видим. Таким образом, перед тем, как я скажу о том, что получается, наши выборы. В данном случае мы используем три с половиной объекта, которые генерируют нам наши классы событий. Это мион. В данном случае 32 герб электрон с довольно высокой энергией 82 герб и Тау с с импульсом 40 герб и недостающей энергией детектор 65 герб. Каждый из таких объектов является триггером для нашего события. Для всех остальных частиц в нашем событии мы требуем для электронов импульс более 35 герб и так далее герб и конечно же к разным частицам прикладываются требования изоляции частотей и так далее. Вот одно из таких распределений, которые мы видим. Здесь для предполагаемых данных предполагаемых энергий 2007 и 2011 года 7F мы видим здесь различные вклады Монте-Кану. самый доминантный из них производство дубль гербазона со струями в конечном состоянии один мион, один тау, недостающий энергию. Здесь наш алгоритм находит регион повышенного интереса вот здесь порядка 250 и 300 герб где он видит систематическое отклонение количества замеряемых событий вниз. Здесь мы видим, что события в рамках погрешности хорошо держатся на столбиках предсказываемых количеств, а здесь они падают вниз. Но с другой стороны, когда мы считаем значение кул, мы объясняем, что оно равняется 0,50%. Таким образом, вероятность, что если мы бросая кость просимулируем это распределение в рамках его погрешности и получим более значимый результат, является 50% таким образом мы можем сказать, что это отклонение имеет сугубо статистическую природу, а не систематическую. То есть отклонение, которое мы видим сугубо статистическое, а не из логики. Кроме этого, мы можем посмотреть на распределение значения p. Кто ищет, тот найдет. Если мы будем искать большого количества состояний какое-то отклонение, как минимум одно или два мы их найдем. Это так же, как в лотерее, когда 50 миллионов человек в лотерее, один или два все-таки выигрывают. И вот здесь мы видим ступеньками обозначенное статистическое распределение значений p, которое можно пересчитать статистическую значимость 1,2,3, и так далее, зигма. Мы видим, что наши данные хорошо лежат на них. Таким образом, мы видим, что все отклонения, которые мы видим в наших конечных социальных, а их больше 300, имеют только статистическую природу. Они исходят из умничества. Ну что ж, я подошел почти к концу моего доклада. Я хочу немножко рассказать про темную материю. Темная материя видна нам, когда мы наблюдаем в космосе, если посмотреть на галактики, которые вращаются вокруг больших массивных черных дыр, можно с помощью докона Кеплера посчитать скорость звезд в этих галактиках в зависимости от расстояния от центра галактики. Таким образом, мы увидели вот такой вот график. То есть, после достигания некоторого максимума мы ожидаем, что эта скорость будет падать. Наблюдение говорит, что на самом деле эта скорость не падает, а остается примерно одинаковой константной. Мы предполагаем, что это ускорение частиц происходит с помощью некой темной или, можно сказать, прозрачной материи, материи, которая не видна, которая не взаимодействует с частицами света, но при этом взаимодействует граветофильмом. И таким образом ускоряет галактики, вращение галактики, которые мы наблюдаем. если эта материя есть, то совершенно не исключено, что мы можем производить ее и в нашем большом атероновом коллайдере. Конечно же, если она геет нам, мы ее не увидим в детекторе. Таким образом, она геет нашим косвенным, недостающим энергетектором. Вот две диаграммы взаимного производства такой темной материи. Мы исходим из того анализа, о котором я уже чуть-чуть говорил, о двухмемном конечном состоянии, но к ним добавляются две частицы хи, две частицы темной материи, которые покидают детектор незамеченными. И как раз их мы можем искать. Некоторые изменения по сравнению с нашим поиском АДД заключаются в том, что из кинематических соображений, если посмотреть, сюда мы видим, что эти две частицы хи как бы кинематически отталкиваются от частицы μ. Наши два миона, которые мы регистрируем, из которых мы исходим, когда ищем темную материю, имеют массу, которая практически всегда лежит вокруг массы амазона Z, вокруг 90 Гер. И таким образом, чтобы убрать фон и увеличить план нашего сигнала, мы можем обрезать все, что находится справа и слева от 90 Гер, потому что мы знаем, что наш сигнал имеет флаг только в районе 90 Гер. стандартная модель и таким образом в распределении недостающей энергии мы можем искать с тем, сравнивать предполагаемые с тем, которые мы видим на бутине, мы можем искать с темной модели. Ну что ж, вот почти все. Я надеюсь, смог убедить вас в том, что мы проводим очень интересные анализы с помощью детектора CMS. анализы теории ADD в двухэлектронном конечном состоянии дают нам самые лучшие в мире пределы на производство гравитонов дополнительных измерений. Автоматический поиск новой физики проводится тоже как по данным 2011, так и по данным 2012 года и в скором времени поиск темной матери будет тоже считать значимость того, что мы нашли. Ну и самое время задать пары еще вопросов. Давайте поблагодарим ваш слушатель. Какие последние результаты по дополнительным измерениям? Ну, измерения бывают разные. если говорить о теории, о которой говорил я, сейчас это из вот из этой записки так называемой ExoPath 12-17 это будет публиковаться уже в Баре. Это на самом деле самые актуальные данные 0,12 ферме в этом канале распада. Еще они могут распадаться на два фотона. этот поиск, насколько я знаю, на данный момент не производится. У меня где-то еще есть картинка какие модели для ограничений разрешения? Простите? Какие модели для ограничений разрешения? Ну, это разрешает модели, у которых грубо говоря lambda t выше, чем 4. Надо сказать, что lambda t это на самом деле это просто масштаб. Вам интересно показать слайды по этому поводу. lambda t это вот такая непростая значина, в которую входит и cut-off и так далее. Много разных параметров. Это можно тоже показывать немножко в другом количество измерений. Это можно вообще пересчитать в n gd это количество дополнительных измерений. Это зависит сечение от количества дополнительных измерений. не совсем. Это зависимость их масштаба. Это зависимость их масштаба. ламда t можно перевести в некую массу и на это тоже можно посчитать предел, который выглядит тогда. Вот здесь один параметр теорий против другого. В принципе это масштаб. Надо сказать, что ламда t порядка высоких где-то порядка 4-5 t уже подходит к границе теории, потому что мы знаем, что эта теория не может быть из-за обрезания утровиолетов. Она не может быть действительно на всех энергиях. Поэтому в зависимости от того, с каким теоретиком поговоришь, они могут сказать, что на самом деле эта теория уже осуществлена практически полностью. Но это я говорю так, без каких-то газет. Еще вопросы? А есть пикет что думают люди, работающие в коллаборации СМС о теориях с дополнительными измерениями, но связанными не с проблемами гравитации, а с проблемами иерархии фермионных масс именно различия масс трех поколений фермиона. есть есть ли об этом какая-то реформация? с 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 Dow Время раки и гребенок явно. Может быть, мне стоит немного напомнить аудиторию, откуда могут браться частицы с разными массами, где у нас есть отличные измерения. Может быть, тут не все в курсе. Если у нас лишнее измерение свернуто в колечко, и мы запустили волны дебройля по кругу вокруг этого колечка. Это условие того, что по этому колечку проходит целое число волн. То есть это будет соответствовать чему? П, дополнитель по дополнительному измерению, умножить на 2πr. Так, разделить на постоянную планку равно 2πn. n – это сколько волн туда уложилось. Соответственно, получаем вот этот вот импульс по дополнительному измерению. Так, кнопки сократились. Это n, h разделить на. И если мы пишем для нашей частицы связь импульса энергии масс, е в квадрате. Ну, со скоростью это не будет писать. – p в квадрате. – p – заполнительное в квадрате. То есть вот это все, это квадрат пространственного импульса. У него есть, кстати, по нашим понем обычный карданат, а это паричный карданат. И это равно n в квадрате. Соответственно, переносим это в правую часть. Остается E в квадрате В в квадрате равен N в квадрате плюс N на H на R в квадрате Получается, что вместо частицы с одной определенной массой N у нас получается целая играть те частиц, которые нумеруются вот этим параметром N, сколько в О выложилось по дополнительному изменению. Но при этом у нас из одной частицы получается бесконечно много частиц, причем они тут, получается, по парам, потому что может быть импульс по часовой стрелке и против часовой стрелке. То есть это уже момент импульса? Ну, импульс по периодической координате, он, конечно, на момент похож. И тут, конечно, это в простейшем случае, когда координаты просто замкнуты на кольцо. А если у нас несколько дополнительных координат, то у нас здесь на каждой точке нашего пространства кольцо, а если их несколько, то там, может быть, простейший, конечно, случай, когда какой-то нумерный тор, тогда по каждой координате этого тор равна кольцо. А если что-то похитрее, там, когда-нибудь, ну, тут насколько фантазии хватит, то тут тогда надо будет на вот этом слое решать, скажем, задачу, спектральную задачу и смотреть, что тут получается. Никаких оснований к тому, чтобы этот спектр оказался положительным, не приемлемо. И ставить никаких оснований к тому, чтобы оказалось конечное число поколений. Ну, хотя можно, конечно, фантазировать, чтобы такой спектр, чтобы после третьего поколения была большая-большая щель, и мы, последующие поколения, тогда говорим, что они есть, но мы просто до них дотянуться не можем. Ну, такие энергии будут. Еще есть несколько других граничных условий, как, например, со скалы Великого объединения могут вообще начаться совершенно другие. Если там еще начать фантазировать по поводу того, что у нас надо еще пространство-время к вам давать, то это будет что-то совсем другое. Ведь можно работать еще и проще. Можно просто взять нулевые моды, а все остальные массы не нулевые отбросить, как сказать, сказать, что они недоступны для исследования, а к нулевым модам уже применять механизм Хиггса и работать с ними. Тогда это как-то упростить ситуацию. А где тогда будет генерация? Откуда тогда поколения возникнут? Вы вроде бы хотели, чтобы поколения были за счет ближних измерений. Вы имели в виду вот это? Или у кого-то склеено или что-то другое? Нет, несколько другой механизм. Да, на самом деле гравитон в теории АМД является без массы. Ну, как минимум, клеивается такое положение. В АМД не бывает массивный, но здесь мы говорили только без массы. Тот же самый механизм Хиггс, который обеспечивает массой обычным частицам, он может давать и гравитонам тоже массу. Поскольку гравитоны взаимодействуют со всем на свете, то если они взаимодействуют с частицами, обладающими какой-то симметрией, и эта симметрия спонтанно нарушена, то это косвенно приведет к тому, что у гравитона появится масса. По тому же самому механизму Хиггса, который действует для обычных частиц. Но мы сказать про это ничего не можем. Может, в обозонах у них тоже исходно нет массы, которые облетаются? Да, да, да. Да. Так, еще вопросы? Спасибо. 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 Могут быть состоки, lived in collaboration withéricaanne in collaboration with lots of numbers, learnt so many more. Колаборацией состоится на данном моменте около 4000 человек. Не все из них, конечно, занимаемся анализом, но порядка тысяч. И вообще, когда вы уходит в статье, посчитается, что авторы обычно у них вся колаборация. А это эксперимент, кроме того, длится много лет? Мы, первые столкновения были видны в конце 2011 года. Но до того, когда коллаборация начала работать еще задолго до того, потому что установку еще надо было построить, а перед этим ее надо было еще придумать. Это все началось в 19-м году. И поэтому тут надо иметь еще в виду то, что большая наука, настолько большая, что масштаб примерно как у большой промышленности, что характерные времена, в которые люди работают, это десятилетия. Если человек принял участие в одном эксперименте, тогда следующий эксперимент он в каких-то случаях может просто не дожить. Я все-таки надеюсь еще чуть-чуть. Вам проще. Вы включились в этот эксперимент уже. Когда подготовительная работа уже была сделана в основном. Для анализа вообще, в принципе, таких делали так уж и много. При этом, так сказать, охватить одним взглядом весь эксперимент, получается, что могут очень немногие люди. Потому что, опять-таки, тут эти 4 тысячи человек, понятно, что среди них есть очень развернутая специализация. Ну, не знаю, мне кажется, что эта деятельность в чем-то героическое. Потому что я бы так вот работать не смог в таком коллективе, в который надо влиться с шансом, что, так сказать, еще все это будет, что этот склад еще и потеряется. Потому что неизвестно, что будет в итоге получено. Ну, есть плюс и минусы, на самом деле. Для того, чтобы опубликовать вот эту картинку, ну, вот эту, в том числе и, например, вот эту, это занимает порядка полутора месяцев. И два больших заседания, на которых специальный комитет, который дает, так сказать, добро на опубликацию. И это пока только заметка. То есть это как бы, это полугонная информация, но еще не статья. Это публикация статьи, все это проходится еще раз, но после этого еще начинается отдельная редакция текста, так называемый, вылей. И все это занимает несколько месяцев. Вот из этих 4 тысяч человек в одном месте одновременно сколько максимум собирается? Могут собраться 200-300. Я был на семинаре, на котором, когда говорили о находке хиксов, это был семинар 4 июля 2012 года. За неделю до этого было собрание, на котором было порядка 150 человек, наверное, в зале, ну, и еще огромное количество посредством видеоконференций. В принципе, в целях не находиться до этого нет. 4 тысячи после конкретных CMS? Да. Семес, ну, эти 4 тысячи, это как бы есть почитать всех. Есть просто люди, например, многое, антронный колориметр был сделан в России. И много очень хороших, талантливых экспертов работают прямо там, на этом антронном колоримете. Они считаются, как я понимаю, конечно, членами коллаборации, но уже в финальном анализе данных они не принимают участие. Они занимают самую работу. То есть 4 тысячи, это не только те, кто эксплуатировал эту установку? Да, это все. Это те, кто ее делали тоже? Да, это все, все, все. То есть анализами мы занимаемся, я бы сказал, А если выключить тех, кто эту установку изготавливал из этих 4 тысяч, то сколько осталось? Я думаю, что активным анализами имеете в виду. Ну, давайте так, отдельно активный анализ, а отдельно, ну, не знаю, эксплуатация. Ну, эксплуатация... Эта эксплуатация в коллаборацию не входит. Входит, сходит, насколько я знаю, но это порядка сотен людей, понимаете, не очень легко считать, потому что некоторые люди задерживаются только... Ну, большинство людей уходит. То есть, поработав 4-5 лет, люди либо меняют институт, в котором они работают, меняют направление работы, поэтому сказать так, ну, для того, чтобы детектор работал во время, вот прямо как бы уже самого измерения, в контрольном помещении должны находиться порядка 10 человек. Для того, чтобы это все дело как бы собрать, такой вид сейчас у нас шатдаун, сейчас у нас обслуживание, здесь у нас одновременно в шахте могут находиться порядка 100 человек каждый день. То есть это, я думаю, порядка 500 человек, так если бы считать, которые занимаются только техническим обслуживанием. То есть, типа, дежурная смена? Дежурная смена обычно работает на поверхности и следит за состоянием детектора на поверхности. А есть люди, которые... Наши российские ребята, которые делали антрольный калориметр, они его контролируют с контрольным помещением на поверхности, но и работают в самой шахте. Перекладываются кабелью, некоторые вещи меняются и так далее. При установке тоже, соответственно, все это делается. Это сотни людей. Мне тяжело сейчас сказать вот прям так число. Анализ — это порядок тысяч. Он еще распределяется на разные группы. Есть группа поиска новой физики, есть отдельная группа, конечно, для Хиггса. Хиггс бывает, но есть стандартные модели, которые видим здесь. Еще есть гипотетические заряженные Хиггсы, много всяких разных. Потом есть группа, занимающаяся топ-кладкой, о котором я сейчас практически вообще ничего не сказал. Самый тяжелый кварк. Потом еще есть группа суперсимметричная. И есть группа новой физики. То есть это порядка шести, по-моему. Хиггс назвать фабрикой топ-кварков. Да, конечно. Топ-кварков производится довольно много. У нас есть коллеги, которые занимаются. Я, честно говоря, сейчас не могу сказать количество, но кварк, конечно же, был как бы заново найден. То есть результаты Теватроны, на котором он был найден, были, соответственно, непродуцированы. Так, еще вопросы? А много теоретиков выработает? Коллабораций не так много. Надо сказать, что теоретики не сильно зависят от самой коллаборации. То есть вот я разговаривал с... Недавно я водил в шахту моего профессора по теории, который мне сдал экзамен за год до этого. Он сказал, что ему что Атлас, что СМС, ему не важно. Детекторы более-менее универсальные, так сказать. ЛХТБ, который занимается бэкварками, или ЭЛИС, это, конечно, другое на проблему. Но для теоретиков СМС или Атлас, это уже какие-то перестепенные вопросы. И теоретики более, так сказать, работают в сотрудничестве, чем в коллаборациях. То есть в коллаборациях все-таки экспериментальна. А можно ли говорить, что если вот полученные данные на одном детекторе и данные на другом детекторе, можно ли сказать, что это как бы независимые данные, что это только ваше один и тот же результат подтвержден? Да, конечно же, именно тот факт, что мы построили два детектора Атлас и Атлас СМС, это сделан для такого. С патистическим соображением складывать их значимости нельзя. Есть люди, которые все еще это делают, и всегда в своих докладах пишут, только я знаю, что нельзя, но я все равно сложу, потому что, конечно, есть корреляции. Луч один и тот же. Но с проблемой, например, систематики, у нас совершенно по-разному построенные детекторы, разные систематические погрешности, они исключаются, конечно же. Надо сказать, что одно время казалось, что в Азон СМСе и Атласе в разных местах. Там было по высоте 125 у нас и 127 с чем-то у них, и в какой-то момент по значимостям это не сходилось. Но это был такой, скорее, рабочий пункт. Это не было никакой. Может быть, это была просто некая ошибка. И даже были такие случаи, что вот каждый нашел свой отдельный хикс. Поэтому это, да, независимые эксперименты, но просто так независимо относиться к их результатам нельзя. Но сказать, что Азон Хикса точно найден можно. Да, это можно. Здесь вот данные, здесь 10 обратных фэнтубан, которые собраны, и на данный момент уже порядка 30 собраны. Это были только данные, увлекованные 4 июля 2017 года, когда строительную работу. И это уже 5, значимость 5 сейма. Сейчас уже больше 7 лет. То есть этот двугород только растет. По сравнению с планом. То есть его мы точно нашли. Ну, время уже 20 часов. Давайте тогда оставшиеся вопросы, если такого есть, перенесем в кулуар. Собираем, еще раз поблагодарим докладщикам. au